Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Ночи со стреляет, с вами Александр Кульбицкий. Пришла сегодня одна умная мысль мне в голову по поводу улучшения смазки станка LELOTL 2. Ну, я решил с вами поделиться. В принципе, она такая очевидная, но в целом, как бы не надо будет уже раскручивать бокс. Можно будет нормально, спокойно смазывать. И, в общем, не слышите этих странных звуков. И станок будет работать хорошо. Классно и тихо. Поэтому обязательно ставим лайки. Ну и смотрим, как всё будет. Итак, друзья, что нам необходимо сделать? Наша задача проделать два отверстия здесь дренажные сверлышком. Ну, примерно таким сверлышком, чтобы потом трубочка, диаметр, да, проходила здесь. Вот у меня, допустим, к сожалению, смазка уже закончилась. Пустой баллончик. Поэтому я буду на примере ВД-шки сороковой. Ну, на время хватит, а там посмотрим. Ещё что нам надо сделать? Нам надо сделать пару отверстий дренажных, дабы наша смазочка проникала в пространство, так сказать, внутри стойки. Там, где у нас непосредственно пружина. И этот мерзкий звук нас, скажем так, быстрее покидал. И всё было у нас прекрасно. И это, что можно, конечно, его откручивать, но каждый раз это тоже не вариант. А тут у меня так подумал-подумал, ну что, сделать два отверстия, заливать туда смазку, да и всё, и будет она в себе стекать по пружине, и будет хорошо себе работать. Мягенько, красиво, на радость нам. Ну что, давайте попробуем, ребят. Значит, есть там пару ребрышек. Так, и ещё одно. Ну вот, теперь давайте туда поместим смазочку. Вот, мы сделали отверстие, залили туда смазочку. В принципе, я думаю, что закрывать их ничем, в общем-то, и не надо. Таким образом, когда у нас это всё дело останется без смазочки, мы быстренько через эти дренажные отверстия заливаем смазку. Вот такая у меня появилась задумочка. Надеюсь, оцените. Дабы меньше, так сказать, делать всяких глупых движений. Как-то так. Итак, смазав это всё дело, хочу вам продемонстрировать, как всё-таки стал звучать теперь станочек. Постараюсь так, чтобы тише было. Вот так, да? Красота. То есть, мы, в принципе, регулярно смазываем, мы избавляемся даже на крайняк ВД-шка. Блин, смазка закончилась. Ну, давайте посмотрим, как он в работе. Красота, да? Не издаёт никаких в себе звуков. Шикарно работает. Вот таким вот образом. Поэтому, надеюсь, помог сильно. В принципе, идея такая. Из разряда всё гениальное просто. Ну, дорабатываем таким образом, делаем пару отверстий. Значит, что у меня получилось? У меня получилось всё, когда я сделаю эти дырочки, у меня осталась там внутри стружечка. То есть, грубо говоря, и шток подавателя, который непосредственно заходит в пружину, он немножко перекосился и создавал некрасивые звуки. Вот. Таким мне пришлось его разобрать, почистить стружечку. Вот. Он у меня встал ровненько и стал вот так вот ходить тихо и красиво. Поэтому, ребята, надеюсь, оценили. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ждём новых видео.